Все лучшее детям больше не актуально. К суровой действительности нужно привыкать с малых лет, чтобы в будущем не пришлось разочароваться. Когда в прошлом году на улице Самойлова появилась эта детская площадка, местные жители обрадовались, будет где с детишками погулять. Но время показало, что комплекс не только игровой, но и познавательный. Здесь маленькие ивановцы могут в деталях изучить мусор и познакомиться с представителями фауны – крысами с близлежащей помойки. Место, выбранное для будущей детской площадки, жителей соседних домов удивило еще тогда. Этот участок был сплошь заросшим сорняками и кустарниками. Но траву обкосили, кусты спилили. Кстати, они до сих пор здесь. Уже больше полугода ждут, когда их, наконец, вывезут на свалку. Ждут и местные жители, когда выкорчуют оставшиеся от кустарников пни. Торчат какие-то палки от кустов, какие-то кирпичи, камни. Поверхность абсолютно не выровнена. Вот для таких маленьких деток, для них важен каждый шаг, они только учатся ходить. И любой бугорок, любая ямка для них может обернуться большой трагедией. В последнее время к проблемам с флорой добавились еще и претензии, связанные с фауной. Вокруг помойки, находящейся буквально в нескольких метрах от горки, периодически бегают крысы. Это и неудивительно, учитывая, в каком состоянии содержится контейнерная площадка. Есть вокруг и другие аттракционы для ребятни. Мы здесь гуляем часто, поскольку живем рядом. Ребенок практически гуляет только в песочнице, потому что здесь трансформаторная будка, здесь мусор, кочки, пеньки. Это все не убирается, не вывозится. И вообще странно, что на этом месте построили детскую площадку. Территория эта, по словам местных жителей, в ведении муниципалитета. Но за ней всегда не особо следили. А теперь и подавно. Ну, мы ответим за себя. Вот я, там, молодые мамочки, другие. Мы, конечно, не мусорим здесь. Мы, наоборот, стараемся даже вот вокруг вот здесь в меру своих возможностей убирать и относительно помойку. Но мы, поскольку у нас маленькие дети, мы не можем ходить и убирать вот это все, потому что за детьми, и сами, знаете, глаз до глаз нужен. Молодые мамы ждут помощи самим с хламом вокруг детской площадки и помойкой вокруг помойки, даже если бы было свободное время им не справиться. Да и не должны они убирать те же ветки, которые подрядная организация, спилившая кусты, не удосужилась увезти сразу. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.